Друзья, всем привет! Предыдущая информация о том, что Петр Порошенко планирует захват власти на 24 августа, начинает подтверждаться. Генералы, которые преданы Порошенко, готовят козни против Владимира Зеленского. Этой ночью Петр Порошенко вернулся в Украину из-за границы, без каких-либо препятствий и задержания правоохранительными органами. Это говорит о том, что Петр Порошенко что-то наверняка знает и чувствует себя уверенно, не боится ареста. По информации, именно 24 августа Порошенко планирует переворот и снова вернуться к власти. Информацию об этом подтверждает государственный департамент США, который разместил предупреждение для своих граждан, чтобы в эти дни американцы избегали демонстраций и скоплений людей, особенно 24 августа в Киеве. Одним из тех, кто задействован в эту операцию, является генерал Валерий Гилетей. Я уже рассказывал ранее о Гилетее. Это преданный человек Порошенко и имеет тесные связи с мафией. Когда Порошенко стал президентом Гилетея, он назначил министром обороны Украины, а после назначил его главой государственной службы охраны президента. Гилетей это очень опасный и коварный человек. Если вы внимательно разберете ситуацию, то увидите, что именно из-за генерала Гилетея в Украине 5 лет тому назад возникла ситуация на Донбассе, из-за которой страна потерпает уже 5 лет. Напомню, что 5 июля 2014 года украинскими силами был освобожден город Славянск, где базировался Гиркин. Министр обороны Гилетей на этом очень тогда пиарился. Доповидаю министр обороны генерал-полковник Гилетей Валерий Викторович. Пане президент, ваша указателька выполнена. Министр Славянск в Донецкой области зачищен. На эту минуту поднимаем прапор Украины. Займаемся тем, что вводят войска для того, чтобы наладить мирное життя. Доповедь заканчиваю, пане президент. Однако украинцам не рассказали, что группировка Гиркина, которая базировалась в этом освобожденном Славянске, без каких-либо препятствий спокойно перешла в другой город. Город Донецк. Во время перемещения из Славянска в Донецк Гилетей дал команду не трогать Гиркина. И в этот же день, 5 июля 2014 года, Гиркин берет Донецк. На этом фото видно, что пустой город берут под контроль небольшая кучка людей. И министр обороны Гилетей вообще ничего не делает, чтобы это остановить. Войска Гиркина беспрепятственно более чем 130 километров проходили из Славянска, вышли и пришли беспрепятственно в Донецк. И никто не препятствовал. Потом сказали или доложили высшему руководству, что они проходили ночью, а у нашей авиации нет приборов ночного видения. И поэтому они не могли воздействовать на эту военную группировку. И если бы, я считаю, что если бы та группировка не вошла в город Донецк, или ей хотя бы противодействовали, то этот конфликт был уже давно, наверное, исчерпан. К чему это привело, мы знаем. Уже пять лет Донбасс находится под контролем России. И это стало поводом все эти годы, все эти пять лет для Петра Порошенко оборвывать украинское государство, прикрываясь событиями на Донбассе. А кто же, собственно, создал эту ситуацию? Кто позволил захватить Донецк? Министр обороны генерал Валерий Гилетей. Но это еще не все. 24 августа 2014 года подразделения армии Российской Федерации взяли в окружение украинскую армию в Иловайске. О том, что Россия пересекла границу Украины, докладывала разведка еще за день до этого, 23 августа. И в это же самое время, когда Россия зашла в Украину, 24 августа 2014 года, министр обороны Валерий Гилетей и президент Петр Порошенко проводят на Майдане парад. И делают вид, что на востоке Украины вообще ничего не происходит. В то время, как в Иловайске начали сражение, министр обороны Валерий Гилетей марширует по Майдану перед Порошенко. Просто вдумайтесь, иностранное государство вторглось в Украину, взяло в кольцо твою армию, а министр обороны ведет парад в Киеве и ничего не делает. Продемонструють найкращі представники Збройних сил та військових формувань Незалежної держави. Серед них представники офицерских династій. АПЛОДИСМЕНТЫ Та доповідає президентові України, Верховному головнокомандувачу Збройних сил України, про готовність до проведення параду військ на відзначення 23-й річниці Незалежності України. Гилетей все прекрасно знал и сдал Иловайск по тому же сценарию, как за месяц до этого сдал Донецк Гиркину. Чем закончились события в Иловайске, вы знаете, вы можете об этом посмотреть в моем фильме. Причина действий Гилетей заключается в том, что в 90-х и 2000-х Валерий Гилетей работал начальником в органах милиции и был на ставке у Солнцевской преступной группировки, о чем рассказывал Леонид Ройтман. Да, действительно, мы пытались заказать Вячеслава Константиновского, пытались заказать я и Моня Эльсон. Для этого я летал в Киев к людям, к которым меня послал Моня Эльсон. Это был Пиня, который был позже отравлен. Пиня был охранником когда-то Семена Ютковича Могилевича, он отвечал за его личную безопасность в Будапеште. Все это подстроил Семен Юткович Могилевич. Он изначально подставил Пиню под наш, который вышел с инициативой, что он давно охотится за Слаиком Константиновским. Киллер сдал своих заказчиков. Операцией по задержанию Ройтмана руководил лично начальник УБОПа Валерий Гилетей, который ранее был на ставке у Магадана и прекрасно знал всех членов группировки. В 1997 году, когда мы делали фальшивые паспорта, у Слаика Константиновского, кстати, есть фальшивый паспорт, у меня есть фальшивый паспорт Украины и у всех у нашей группировки. Эти фальшивые паспорта изготавливал нам Валерий Гилетей. После чего мы начали платить ему 10 тысяч долларов в месяц. За это задание от Слаика Константиновского, Гилетей и Рема получили по 2 миллиона долларов и по квартире. Валерий Гилетей завербован Солнцевской группировкой и фактически выполняет роль агента влияния в высших органах власти Украины. Владимир Зеленский, новый президент, может разрушить планы мафии, планы России, которые они строили в Украине, свой план развития государства, план захвата. Потому неудивительно, что именно Гилетей было поручено генералу разработать план переворота. Проработав всю жизнь в милиции на других государственных должностях, Валерий Гилетей стал мультимиллионером. Согласно декларации Валерия Гилетей, в прошлом месяце, в июле 2019 года, он приобрел автомобиль Mercedes-Benz модели G63 AMG 2019 года выпуска за 3 миллиона 730 тысяч гривен. Как бы простой государственный служащий, который просто получает зарплату из государственного бюджета, идет в салон и покупает автомобиль за 4 миллиона гривен. Причем, обратите внимание, что характерно, что он покупает именно кубик последней модели, которую так любят представители криминального мира. Кстати, в США этот кубик вообще не популярен, вы его не встретите на улице. В основном, если ездят на кубики в США, то это делают в основном русские. Согласно декларации Гилетей, в январе этого же года, 2019, он купил автомобиль Audi модель SQ7 2018 года за 2 миллиона. В течение 6 месяцев генерал Гилетей покупает 2 автомобиля, отдавая за них 6 миллионов гривен. Причем, обратите внимание, что если Mercedes, то AMG, если Audi, то версия S, да, спорт, показывая элитные, что мы элитные. И это, знаете, повадки вот этих братков с 90-х, когда они покупали такие, знаете, навороченные автомобили, чтобы показывать свою крутизну. И вот генерал Гилетей, собственно, и демонстрирует свою крутизну, показывая, смотрите, какие у меня крутые машины, супер навороченные, последние модели, даже вот именно спортивная версия, которая еще дороже, чем обычная версия автомобиля. Обратите внимание, что в информационной плоскости, в СМИ, в отношении Валерия Гилетея вообще нет никакого обсуждения. Никто из чиновников, прокуроров не высказывает в адрес Гилетея вообще никаких комментариев. Для украинцев Гилетея вообще как бы и нет. И это очень большое упущение. Валерия Гилетей это ключ к событиям на Донбассе 2014 года. Арестовав и допросив Гилетея, вы многое узнаете, почему вообще в Украине появились подконтрольные России территории, и почему возникли эти республики. Ведь именно Гилетей делал все, чтобы это появилось. И неудивительно, что именно Валерий Гилетей сейчас в интересах Порошенко готовит переворот. Понимает ли это новый президент Украины Владимир Зеленский? Я очень надеюсь, что да. Продолжение следует... Продолжение следует...